Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Ну что, рынок потихонечку, медленно, но верно восстанавливается. Мы видим в зеленой зоне большую часть монет. По многочисленным просьбам трудящихся начнем с Dash. Смотрите, Dash упал обратно туда, где он, собственно, накапливался достаточно долгое время. Соответственно, это повторный подарок для тех, кто собирается его торговать и держать. Но многие неверующие вот здесь его купили и вот здесь уже вышли. Так что тут как бы все уже кричит за то, что это все. Смотрите, повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы ждем. Так что все идет по плану. Немного, конечно, затянулось. Stochastic перепродан. RSI перепродан. Все в зеленых точках, в диверах, так что покупай не хочу. И то же самое, на самом деле, по множеству альтов, можно сказать, недокупленных. Ну вот, если вы отдалитесь на недельки, то увидите, что у Dash вот она, линия поддержки растущая. Только-только начинает закругляться, как это было вот здесь. То, что вы сейчас не видите. Это прямая линия. На самом деле, там было все то же самое. Вот. Так что ждем чего-то такого. И вообще не паримся. Но это так. Дисклеймер, не финансовый совет. По битку тоже мы видим в целом, конечно, флет. И все уже устали ждать. Уже кто говорит, ну что, это медвежий рынок. Все, мы идем тут за дно. Ждут вот этого. И я вам хочу сказать, предосторожность, конечно, дать. Все-таки, на самом деле, мы можем кальнуть. Потому что, смотрите, мы так долго накапливались. Мы так долго накапливаемся здесь с вами. Как вы думаете, для чего? Почему цену? Если бы ее хотели задампить, ее бы уже задампили. Если бы хотели запампить, уже бы запампили. Но мы здесь тремся. Возможно, потому что, действительно, сейчас все набирают лонги. И перед тем, как мы полетим, конечно же, могут их всех сквизануть. Чуть ниже кальнуть, чем вот эта вся поддержка. Выбить стопы и только после этого полететь. Теорией такое может быть, несмотря на этот уже многодневный бычий дивер, который мы видим. Вот этот вот. И помним, как вот этот медвежий дивер отыграл, мы пошли вниз. То есть, вот этот бычий дивер в целом сейчас должен, конечно, отыграть, и мы пойдем вверх. Поэтому, не знаю, через низ или сразу. Но, опять же, говоря о вероятностях, ведь пытаться поймать сейчас последнюю волну шорта, пускай даже если она будет на 25, но и то не факт. Ну, если это все равно потом развернется и пойдет наверх, то, не знаю, я считаю, все-таки проще сразу уже набирать наверх, аккуратненько. Тем более, все, мы видим, рынок оживает. Многие монеты в зеленой зоне. Рейвенкоин хочется еще отметить, который тоже на опережение пошел. Вон, посмотрите, как в чате у нас писали, якорь начали поднимать. Я, по иронии судьбы, конечно, у меня было немного рейвенкоина. Я вот тут его подсбросил, почем взял, потом и сбросил. Вот здесь его прикупил, и вот здесь его подсбросил, чтобы снизить риски на марже. И он сразу же полетел на 30%. Поэтому, это еще раз он говорит о том, что если вы набрали монету, то удержите ее и не парьтесь. Но я хочу с вами поговорить сегодня о другом. В то время как ончейн аналитика показывает нам, что сильные руки покупают, в то время как цена идет вниз. Это мы все с вами уже обсуждали, да? И сетка сложностей пампит, и очень много фундаментальных индикаторов. Я хочу поговорить с вами о секторе DeFi. О секторе DeFi, который тоже находится в стадии консолидации сейчас в общем своем виде. За 90 дней мы видим падение с выпрямлением, с флетом. И в целом за год мы видим, что, конечно, он отрос очень так не фиговенько. А за 2 года или за 3 года мы видим просто экспоненциальный рост. И, конечно же, этот сектор очень молодой. Здесь очень много скамов, и многие проекты просто не доживут. Даже до следующего года, может быть, в плане их ценности. Но, тем не менее, также и потенциально очень высокая доходность. И я вам хочу сказать, что я нуб еще тот на самом деле. Потому что у меня был собран небольшой DeFi портфельчик. И я только вчера допер, что его можно стейкать. О чем я, собственно, сейчас вам сегодня и расскажу. Речь пойдет о трех монетах, которые я держу сам. Первая монета – это BZRX, BZX протокол. Сейчас она стоит 18 центов. Стоила она в пике уже больше доллара и доходила до доллара опять. Но сейчас после сильной просадки всего крипторынка она снова упала. Вот, собственно, ее график. Монета достаточно новая. Купить ее можно на Binance, ну, также на Uniswap и много еще где. Смотрим их сайт. BZX Network. Да, сразу хочу сказать, это не реклама, ничего. Это просто я как бы вам от себя рассказываю вот то, что я, то, во что я вложился. Мне один мой товарищ из Лондона говорил, что, ну, грубо говоря, считайте это инсайд. Что типа проект хороший, он минимум за доллар запампит, а то и выше. По графику что мы видим? Что вот он был, хороший разворотный импульс. Мы дошли до доллара. Я вам честно скажу, я набирал позицию вот здесь, где-то по 0.1, по 0.2, по 0.1, по-моему, я набирал. И не снял ничего, по доллару не снял. И сейчас буду докупать, потому что мы снова отвалились. И я думаю, что мы в этом флете еще походим и потом пробьем все-таки 1 доллар и уйдем гораздо выше. Но этот продукт можно стейкать. Смотрите, в чем его прикол вообще. BZX протокол – это децентрализованная штука для маржинальной торговли. Вот она работает через протокол Full Chrome Trade. Это децентрализованный DeFi Margin Trading и Лендинг протокол. То есть вы можете здесь торговать с плечом и занимать средства, и одалживать средства без KYC, без верификации личности. Короче говоря, вот он, Full Chrome Trade. Заходите в Full Chrome Trade, стейк. Для этого нам потребуется кошелечек MetaMask, обзор на который есть у нас на канале CryptoCommons 2.0. Если вы его не видели, обязательно посмотрите. Обзор будет в описании этого видео. И на этот MetaMask в сети эфира вы посылаете эти токены BZRX. И дальше очень просто на этом сайте. Они у вас появляются вот здесь, в Wallet Balance. И вы говорите ему стейк. Здесь есть кнопка стейк. Вам нужно будет небольшое количество эфира, чтобы уплатить комиссии, чтобы начать стейкать. Все, и нажимаете стейк, подтверждаете транзакцию. И вот у меня уже стейкаются 5000 BZRX. Пока я не понимаю, что я заработал, но посмотрим. Я только вчера это сделал. Поехали дальше. Второй проект из этой серии. Я много о нем говорил, кстати. Это Mantra DAO OM. Я его нашел вообще случайно по значку OM, когда его залистили на Poloniex. Мне понравился значок, и я начал его скупать. Давайте глянем его график. Вот, когда его залистили еще по доллару, по 0.7, я начал потихонечку скупать. Потом, когда он упал до 5 центов, я тут очень сильно усреднился. То есть, у меня средняя входа стала где-то 10-15 центов. И после этого он тоже ходил почти на доллар. Я тоже не продал ни копейки. И сейчас еще докупаю. Потому что верю в потенциал этого проекта. Проект – это тоже децентрализованная автономная организация, назовем это так. Дефайный протокол, короче. И вот их сайт MantraDAO.com. Тут можно почитать, что такое Mantra DAO. Вот у них появился кошелечек в телефон. И здесь тоже есть стейкинг, лендинг, гавернанс, бору, карма, MantraPool и прочее, прочее, прочее. Вот всех партнеры, биржи, где они торгуются. Roadmapчик. Короче говоря, проект серьезный. И, собственно, я застейкал. Здесь тоже вы можете зайти в app MantraDAO.com. Здесь вы можете вот MantraPool, карма, все вот это вот смотреть. Дашборд, что, сколько стейкается, сколько оборвается и так далее. Вот, и здесь есть стейкинг. Вот я застейкал 10 тысяч MantraDAO. Как это делать? Тоже очень просто. По 30% годовых, обратите внимание. То есть, вот, смотрите, примерно в день я буду получать 8,3 Ом. При том, что стейкаю я 10 тысяч монет. То есть, вот у меня уже за полдня настейкалось 4 Ом. И я могу застейкать больше. Вот, собственно, я вам покажу, как это сделать. Опять же, нам для этого нужен кошелечек MetaMask, на котором вот у нас уже с вами прилетели 5 тысяч Ом. У меня с другой биржи еще только что отправил. 5 тысяч Ом. И вот здесь мы нажимаем стейк. И видим, что вот у нас 10 тысяч в стейке. И вот 5 тысяч монет у нас не в стейке. Это то, что я только что отправил себе на MetaMask. Собственно, мы берем их. И вот все 5 тысяч. И засовываем в стейк по 30 годовых. Нажимаем стейк now. И подтверждаем транзакцию в MetaMask. Вот он говорит нам, что это нам будет стоить. 0,0029 эфира или около 6 долларов. Подтверждаем. Ждем. Если конфирмится долго, у меня такое вчера было, вы можете здесь сделать спидап. Вы можете сделать спидап за 6 долларов, скажем, или за 7. Убыстрить транзу, чтобы это произошло практически мгновенно в MetaMask. Собственно, вот пока я с вами болтаю, сейчас оно должно подтвердиться и начать стейкаться еще больше. Вот такой вот проект MantraDAO. Тоже дисклеймер. Конечно, не финансовый сайт. Этих проектов куча всяких. Но, сами понимаете, чем больше прибыль, потенциально, тем больше риски. И третий проект. Это самый, пожалуй, конечно, наверное, сейчас щиткоиновый DeFi проект, в который я вложился. Русские чуваки его сделали. Он называется DeFiPie. Тут, конечно, по ценнику я вообще, можно сказать, прогорел. И проект находится далеко не в первой тысяче. Я о нем говорил еще где-то полгода или год назад. Подсмотрел его у CryptoZombie. Это русский чувак сделал. Алексей, как-то там его зовут. Вот, давайте посмотрим их сайт. Вот, это Multi-Chain Lending Protocol Fully Controlled by DAO. На самом деле, интересный проект, но очень сильно просевший в цене. Его купить нельзя ни на Binance, ни где пока. Его можно купить на Uniswap за эфир, как я, собственно, и делал. Но я покупал его, конечно, дорого. Я вам скажу, я покупал его где-то и здесь. Потом он упал на 10 центов. Я там докупал. Потом была Uniswap раздача, когда бесплатные токены Uni прилетели всем, кто пользовался Uniswap. На несколько тысяч долларов прислали прошлой осенью. Я поменял сразу же их на радостях часть в эфир и часть в этот DeFiPie. И он отрастал потом опять до 15 центов, но потом снова упал. Короче говоря, сейчас он валяется в районе одного цента. И на самом деле, есть, конечно, риск того, что он совсем соскамится. Но приложуха ничего, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что здесь моя инвестиция в сильные просадки, приложуха интересная. И вот этих моих, сколько у меня тут было? 5 тысяч монет, по-моему. Да, вот они. Они, конечно, стоили, они стоят 24 доллара. В какой-то момент они стоили больше 1000 долларов. Но, тем не менее, смотрите, у них годовая доходность 123%. То есть, в принципе, их сейчас можно докупать, класть сюда 123%. Я, правда, пока не совсем разобрался, как это работает. Но здесь есть borrow. То есть, вот это мой депозит, как бы я внес их сюда. А я могу занять. То есть, я могу под них занять, допустим, эфира. Скажем, вот сюда я иду. Вот, тут выбираю все токены. Тут можно и тезер под 120% годовых держать, и то, и все. Но все это коннектится к метамаску, как вы поняли. Вот он, ваш метамаск. Эфириум Майонет. Я могу здесь занять, допустим, тезер сейчас или эфир под обеспечение своих DeFi паев. Ну вот я сейчас, поскольку у меня их всего там на 20 долларов, я могу занять вот столько. 0.006 эфира. Но суть в том, что если я его займу, у меня появится риск, как в марджин трейдинге. Если соотношение займа и обеспечения будет негативным, то, соответственно, ликвиднет мое обеспечение. Но, тем не менее, если его занять, то вам просто в метамаск прилетит вот эта сумма. То есть, вы, грубо говоря, можете лочить свои средства здесь и занимать другие, которые будут вам прилетать обратно в мету. Не знаю, сложно, наверное, объяснил, но есть в YouTube видео. Короче говоря, интересный протокол. Возможно, он еще помпанет в цене, как токен. И в YouTube есть видео, вы наберете «How to DeFi Pi». Там все подробно это объясняется, чтобы я вас сейчас не грузил. Такие вот DeFi токены я сам стейкую. Ничего из этого не является никаким финансовым советом, естественно. Потому что, вон, я вам показываю сам, насколько некоторые из них просели. Но, в целом, потенциал есть. Если вы посмотрите в долгую на DeFi сектор, вон, он вырос уже на 100x. И сейчас скорректировался вместе с крипторынком. То есть, даже если мы увидим еще большую просадку, опять же, по битку, если мы увидим соплю куда-то вниз, там, на 25 или чего, то, в целом, это все равно наверх, потому что хешрейт восстанавливается. Ну, и потому что это биток, слушайте. Биток – это, в целом, всегда наверх. Мы с вами это знаем. Если вы новичок на рынке и в этом не уверен, то просто отдалитесь, посмотрите на недельные или даже на месячные графики, и все вам станет ясно. Вон, где биток торговался в 2013 году, этого даже сейчас не видно. Хотя там были просто точно такие же вот пики и падения. И поэтому, если вы переключите в логарифму, то вы увидите более понятную картину, что биток, в целом, это очень-очень даже растущий тренд. Да, в долгу это по-любому лог. Ну, а для краткосрокеров у меня сегодня, наверное, нет инфы, но можно, конечно, пошортить было, но сейчас уже шортить, не знаю, достаточно опасно. Напишите в комментариях, что думаете вы. Все ждут 20-25 тысяч, и я думаю, что, возможно, именно поэтому нам их и не дадут. Вот, ну, а также не забудьте подписываться на наш канал, если вам нравится криптоконтент, ставить лайки, все такое. И напоследок минутка новостей. Вот, нефтегазовая компания разместит в Канаде миллион биткоин-майнеров из Китая. Это очень хорошо. Это значит, что хешрейт восстановится и начнет ползти наверх, а цена у нас тесно коррелирует с хешрейтом, тоже попрет наверх. И вот противовес новость. Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткоин-майнеров. Ну и дураки. Все, ребята, всем профита. Спасибо, что смотрите. Все ссылки в описании под видео. Стейкаем DeFi, лонгуем эфирчик, дашек и все остальное. Ну и скоро увидимся, пока.